здорово народ вы на моем канале с вами как всегда арти ну что поздравляю всех с выходом 9 сезона у нас сейчас будет обзор как вы понимаете боевого пропуска адский союз записываю это вне стрима как говорится fk контент погнали смотреть сразу первый беру очень быстро качается всем никому не советую покупать более высокой версии боевого пропуска вот потому что смысла в этом абсолютно никакого нет на боевой пропуском дают 56 дней а качается он я даже не знаю сколько дней за 20 активной игры наверно можно выкачать его помним правило правило всегда одни и те же открываем облики получаем экспу и все такое есть у нас квесты про них тоже не забывайте но по сути они все выполняются пока вы просто играете поэтому делаем квесты а по им боевой пропуск а вы сюда пришли посмотреть за наградами потому что я на каждый боевой пропуск делаю обзор поэтому погнали и это тоже заценим и так первый уровень эксклюзивный посейдон облик алый кракен выглядит очень годно для бесплатные награды но первые награды первого уровня так сказать не бесплатно я 1 он выглядит очень круто поэтому но москве надо брать на посейдон и чё и погнали смотреть будем максимально быстро смотреть у нас как всегда боевые очки очки поклонения сундуки боевых куча сундуков на самом деле ненужных вот блин у меня уже они закончились не знаю как у вас можете тоже в коммент написать у меня допустим уже они переполнены и там собственно ничего и не падает вот очки зрителя ну это это must have заходим на мои трансляции получаем drops они уже работают главное учетку перед вязать куча сундуков опять ненужных 20 самоцветов так 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 наборы наборы сундуки и так первые награды нормальные награды на десятом уровне нам дают ангел смерти аватар выглядит очень эпично очень круто это у нас тона тос кто не знает насколько я помню и нам дает адский союз загрузочная рамка ну кстати в этот раз в этот раз рамка мне не нравится если честно сразу говорю то что этот боевой пропуск не имеет никакой коллаборационной ценности так сказать как предыдущий с трансформерами с черепашками ниндзя поэтому вот этот боевой пропуск максимальная вкусовщина просто смотрим скины если подходят то берем погнали дальше боевые благосклонность боевые очки очки зрителей еще 30 гемов всего 50 гемов пока нам дали на 15 уровне можно получить ангел смерти загрузочная рамка это собственно тот самый тонатос идем дальше сундуки очки очки голосовые наборы и на двадцатом уровне получаем череп животного это метка смерти но на самом деле надо в игре глянуть на выглядит забавно и скин госпоза госпожа неудача ника ну выглядит достаточно годно любителям некий веду мастхэв мы понимаем да то что у нас с адским пламенем тут все скины будут связаны поэтому но тематика хорошая на самом деле я думаю многим придется по вкусу потому что не все любят вот этих трансформеров инополитян еще что-то все хотят чтобы сочеталось с игрой так сказать погнали смотреть третья страница и так еще 30 самоцветов и того насколько их 80 всякие усилители усилители боевые эмоции сундуки и на 25 уровне мы получаем госпожу неудачу набор комментатора кстати надо послушать госпожа неудача тоже никогда до стали они постоянно добавлять войс паки как бы богов как бы это странно не звучало в принципе сойдет почему нет погнали дальше смотреть усилители усилители и на 30 уровне нам госпожа неудача выпадает аватар это не к собственно уже три элемента от одного скина молодцы минимум работы максимум максимум профита и также мы получаем демонический дым облик возвращения на картинке выглядит забавно я думаю то что в игре не менее забавно четвертая страница усилители 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 еще самоцвета и того их уже 100 и на 35 уровне получаем череп кракена облик варда кракен я так понимаю у посейдона выглядит приблизительно так потому что это не очень похоже на череп кракена но в целом забавно варды хареса делать умеют варды у них всегда классные куча очков зрителя куча усилителей и на 40 уровне мы получаем адский союз музыкальная тема которая наверное у 90 процентов людей выключена и отметка прыжка круг ада насколько я помню пентаграмма у нас уже есть поэтому скорее всего она какая-то переработанная и выглядит совсем по-другому но старая мне нравилась эту я еще не видел надо будет посмотреть пятая страница снова сундуки снова валюта 120 гемов мы имеем на борту усилители усилители куча всего и на 45 уровне мы получаем алый кракен экран загрузки собственно посейдон первого уровня ну как обычно загрузочные экраны все очень крутые сундуки усилители усилители и 50 уровень дьявольский панк дадзи насколько я помню это в бесплатной кстати в бесплатно моем пропуске идет это река лор то есть такой скин уже был а у меня кстати его не было вроде бы как поэтому мне нормально и пушки и полосы облик повышения уровня вот самое забавное что не понимаю к чему вот это все у нас как бы халфайр и пушки блин очень странно короче надо будет в игре опять смотреть большую часть контента так 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 усилители сундуки еще самоцвета и того 150 гемов мы отбиваем пока что усиление боевого пропуска и на 55 уровне у нас зададим им глобальная эмоция забавно тоже редко вижу что похюзали но забавно еще усилители еще 20 самоцветов этого 170 гемов мы получаем от одного боевого пропуска то есть хайдезы не пошли по тому пути когда можно отбить полностью боевой пропуск это странное решение на самом деле с их стороны в большинстве игр боевой пропуск сейчас сам себя отбивает я не понимаю почему они это не хотят сделать ну понимаю почему все денег хотят заработать но все равно это очень странно и так финальный уровень получаем звание демон ну либо димон если ты димон пиши комментарий и финальная награда ангел смерти эксклюзивный облик танатоса слушайте но в целом ангел смерти выглядит очень круто мне понравилось и загрузочный экран его понравился и в принципе забавно но есть такая тенденция складывается такая тенденция что на танатоса очень оба однообразные скины делают последнее время это все ну понятно что он крылатый но я думаю можно было бы сделать что-то более интересное так что как-то так ну вот таким вот боевым пропуском нас встречает девятый сезон смайта поэтому я надеюсь ну как обычно обзорчик вы посмотрите комменты вы напишите потому что до этого можете посмотреть на моем канале у меня куча обзоров этих боевых пропусков я не помню с какого момента я начал их делать но их очень много а так из ближайшего на ближайших стримах мы обязательно посмотрим новую карту и она также будет выложена на youtube будут новые карточки то есть со старого сезона к так уже скорее всего не будет на канале и что будем апать ммр будем продвигаться по дивизионам вот поэтому как то так ну что ребят вам спасибо за просмотр и собственно хороших вам карточек в этом сезоне а